Дамы и господа, 2024 год, Нижний Новгород, Министерство спорта России при поддержке администрации Нижнего Новгорода представляют Турнир профессиональных боев Emerald Fight Cup и галлофиналы чемпионата России по муай-тай Сегодня вашему вниманию будет представлен турнир четверка среди профессионалов весовой категории до 57 килограммов по полным правилам муай-тай И 11 галлофиналов чемпионата России Представляем вашему вниманию первый полуфинальный поединок сегодняшнего профессионального турнира Который пройдет по полным правилам муай-тай в весовой категории до 57 килограммов Рефери Шамиль Магомедов, Республика Дагестан Красный угол ринга приглашается из Казахстана Таулет Асаинов Таулет Асаинов Казахстан В стиле около ринга приглашается его соперник из Арсамаса Даниил Зарионов Вес смена 56 километров 180 грамм Рост 170 сантиметров ему 17 лет Трехкратный победитель первенства России по Май-Тай Серебряный призер первенства мира Провел один профессиональный бой В котором одержал победу в синем углу Нижегородская область Арсамас Физкультурный оздоровительный комплекс Звездный Даниил Зарионов Уважаемые друзья, что ж, здравствуйте! Мы ведем нашу трансляцию с чемпионата России по Май-Тай Ну а первой у нас открывается профессиональная четверка Со мной мой коллега Алексей Курочкин, конечно же, известный журналист в мире единоборств Приветствую Тимуру Салимова, заслуженного тренера России И голоса всех уральских единоборств Кстати, мы ведем трансляцию из Нижнего Новгорода Двойной пускай и не сам был крупный габарит Ну и что немаловажно, что победитель этой пары сразится И еще один бой проведет сегодня В четверке, как говорится, это гран-при И будет оспаривать именно вот здесь вот победителя Будет за поезд, да, насколько я знаю, Алексей? Правильно сказать, за кубок Эмиральд Куфай Который за один вечер победил дважды Причем в финале оформил быстрый нокаут Здесь мы раскроем секрет Также будет белорусский боец во второй паре Которую Тимур уже отчасти анонсировал Артем Вареводский из Минска Сразится с представителем Армении Давидом Григоряным Вот такое вот у нас международное получается четверка Ну и пока, ребята, ох, как хорошо попадает сейчас Царионов Да, здорово работает молодой Царионов Совсем еще молодой парень, только-только начавший профкарьеру У него второй сегодня бой по профи И вот такой вот высекающий лоу По очень опытному бойцу из Казахстана Дуалет Асаинов национальный чемпион Казахстана по муай-тай И, между прочим, национальный чемпион Казахстана по кхамерскому боксу Вот так вот, да? Знаешь ли ты, Тимур, что такое кхамерский бокс? Не совсем хорошо знаком, но как разновидность одного из единоборств Насколько я знаю Но там тоже, насколько я знаю, бьют локтями и также коленями Но очень рада Дуалет Асаинов на пресс-конференции сказал Что, по большому счету, кхамерский бокс, который родился в Камбодже Это тот же самый муай-тай, но с небольшими изменениями Ох, сейчас пропускает Асаинов, такое было ощущение, что заплясали ноги у казахстанцев Асаинов три раза попал там боковыми ударами, точно подбородок И все время пытается проверить Данил Сарионов лоу-киком своего соперника А сейчас лоу неплохое колено вылетело Но темп, я скажу, очень-очень хороший, высокий темп С учетом того, что это еще первый раунд, ребята практически себя не берегут Но таких реактивных, таких сверхзвуковых весов, согласись, мы, в общем-то, другого темпа и не ждем сейчас Сами эти весовые категории подразумевают эти высокие скорости, ну и остроту, точность ударов Кстати, надо сказать, что сегодня, сразу после четверки Эмеральд Файт Кап 2 начнутся галло-финалы чемпионата России по муай-тай И мы там тоже увидим весовую категорию 57 килограммов Салават Исаев будет соперничать с Магомед Камильдом, Магомед Шапировым, поэтому... Магомед Башировым, поэтому будет интересно сравнить уровень бойцов, дерущихся по профи и по... Нет, это... Да, ошибся я, конечно, 57 будет Асламбек Зекрёвев и Егор Бетреев Ну, коллега, я скажу, я думаю, что 54 скорости тоже будут сопредельные Не меньше, не меньше А пока у нас один из первых клинчей в этом поединке Да, мы, кстати, как-то комментируем муай-тай И пока не видели самого, наверное, главного Они были в стойке, ребята, очень серьезно Первый раунд закончен Самого главного действия от них выделили в виде клинча только под конец раунда И, надо сказать, что здесь Асаинов не уступил своему сопернику Но, вообще, по первому раунду Цариону понравился больше Он был агрессивнее Несколько раз он достал своего соперника ударами с рук Да, и поточнее, наверное, было действительно В плане точных попаданий и ущерба, скорее всего, он нанесен на своему сопернику Все, что показал нам Дуалет Асаинов за первые трехминутки То, что он очень стойкий боец, который неплохо держит удар Но пока, наверное, мы от него особой агрессии в ринге не увидели Ну, в любом случае, я думаю, сейчас будут его угловые Его тренера сделают ему определенные внушения Сделают какие-то корректировки И мы продолжим удар Такое ощущение, что, да, первый раунд все-таки, возможно, забирает спортсмена с него угла Ну, я раскрою небольшую тайну Мы с Тимуром видели счет, но пока не будем опережать события И рассказывать его в нашей трансляции, чтобы не терялась интрига этого поединка Я думаю, что те, кто давно смотрит бои «Мир Альфайт» и уже хорошо разбираются в «Муайта» И они, в принципе, понимают, кому должен первый раунд уйти Первый раунд у нас стартует Хотя судейство порой бывает непредсказуемое Ну, коллега, тут когда будут у нас любители, да, все-таки тогда будут аннотированы После каждого раунда будут уже судейские записки, будут показаны Вот когда будут любители, тогда будут судейские записки Ох, коллега, левым боковым сейчас цепляет Царионов И сразу хорошо забирает свой захват Пошла работа в клинче Да, Саинов спасался в клинче и пытался он так скрутить своего соперника Но Царионов не отдал этот раунд в этот эпизод Более того, он еще и бросил соперника Видимо, что Царионов, несмотря на свой юный возраст А ему еще всего-навсего 18 лет Он помощнее своего вызови И он, так выглядит, поатлетичнее Даже не 18, а 17 лет к Данилу Царионову И он пока еще даже не вступил в пору совершеннолетия Вполне бы мог выступать на первенстве России по Муайтай Но предпочел проверить себя в профи И, как показывает первая часть второго раунда Он сделал это не напрасно Хотя сейчас запустил правый прямой Данил Царионов При этом кровотечение есть уже там из носа у Асаинова Да, еще одно попадание Асаинов пропускал намного больше, конечно И опять тяжелый лоу-кик, да, попадает Царионову Очень хороший Часто он заканчивает вот эти свои серийные удары руками А вот нам, кстати, счеты анонсировали здесь Ну, тут все без сенсаций, согласись Тот случай, когда мнения болельщиков Ох, хорошо от туловища там со сменой стойки Да, уже весь окрашен в красном На Даниле Тасаинов Сильные достаточные течения из носа Здесь, конечно, наверное, судейство будет немножко пожестче Никто не будет останавливать поединок Проверять, что там с носом на Даниле Тасаинова Но все-таки это профессиональный поединок Да, до конца раунда точно он, наверное, доработает без остановок А вот дальше посмотрим Ох, как хороший Плохо с разворотом И, по-моему, только в последний момент Царионов оттянул голову назад Хотя, видимо, что так на виске Да, появилось такое покраснение Рассечения нет Но мне показалось, что удар все-таки достиг цели Гематомка там действительно есть И очень опасно сейчас пробивал лоб Потому что Асаинов очень плотно так сместился в сторону Очень хорошо Смотрите, Асаинов так и дальней ногой Пытается забрасывать голову Где-то реабилитируется казахстанский спортсмен Ну, вот сейчас отдает голову Второй раунд, конечно, поинтереснее в исполнении Асаинова Но пока Асаинов, видимо, не пятится назад Такое ощущение, что так подключился Асаинов Все-таки в первом где-то он так отдал под разведку, может быть Ну, и пора бы, да Тут три раунда И, возможно, есть назначение экстра раунда Но для этого, конечно, Асаинову надо еще очень-очень поработать Потому что О, какой внутренний лоу-кик сейчас пропустил казахстанский спортсмен Потому что пока Данила Цирионов, хоть и чуть было не съел локоть Выглядит более чем уверенно Кстати, нос тоже потек у Данила Цирионова Так вот не щадят себя парни, невзирая на то, что кому-то из них придется А вот локоть развалил уже Данилу И не очень здорово получился локоть у Данила Он провалился Цирионов и попытался его Асаинов тут же поймать на контратаке Причем в Сирии там несколько ударов неплохо идти Да, но немножко размашистый бил Асаинов И, наверное, так удары по касательной скорее попали в цель А сейчас пропускает Асаинов прямо под гонку И Шамиль Магомедов, известнейший рефери России Дает команду спортсменам разойтись по углам и немножко отдохнуть Ну вот во втором раунде, честно скажу, такого какого-то явного преимущества Цирионова я не видел Поближе, да, скорее всего, получился поединок Сложно сказать, как останет этот раунд судьи Но Асаинов в этом раунде уже показал, что он не просто так приехал на этот турнир Вчера на церемонии извешивания сказал Дуалет Асаинов, что Коль скоро здесь проходит чемпионат России по Майдай, я тоже хочу показать класс Сайского бокса и забрать изумрудный кубок Посмотрим, что получится у казахстанского бойца Юный Данила Цириона в первых двух раундах выглядел очень достойно И пока, наверное, может рассчитывать на выход в финал Напомним, что во втором полуфинале Артем Боревовский из Беларуси Сразится с представителями Гильбана Давидом Григорианом Давайте отметим, что секундирует его родной отец Роман Цирионов Династия Арзаманского Муайдай Семи Цирионовых в действии Когда-то Роман сам неплохо выступал, но сейчас подготовил своего сына И Даниил уже дебютировал в декабре по профи на турнире Меральд Файт 6 И там выиграл у непростого соперника Гектора Григориана Вот так вот, а нам пока показывают счет И второй раунд тоже уходит все-таки в сторону Цирионова Даниила Ну вот теперь Асаинову нужно банковать Потому что по правилам Меральд Файт Если сейчас Асаинов заберет третий раунд Он будет вправе рассчитывать на дополнительные трех минуты Экстра раунд все-таки здесь возможен Возможно, уже говорили И более того, тут явное такое отличие от любителей И вот в любителях, наверное, счет 20-18 после двух раундов Это практически приговор Да, сколько досрочная победа может что-то изменить Здесь же совсем другая ситуация Чем интересны правы бои Сейчас неплохой клинч от Асаинова Ну вот скорее, наверное, в конце был бросок борцовский Ну это еще одна дополнительная мотивация тому спортсмену Который, в принципе, уступил двух раундов пойти попробовать и рискует Конечно, еще не потеряно ничего, как говорится, пока не потеряно все И, конечно, Дуалет Асаинов, который прошел массу сражений У него более 15 боев на профриме, 9 побед Он, конечно, очень матерый воин Хотя, может быть, и не так часто появляющийся на больших турнирах Но с накопленным бойцовским опытом очень классным Ну и вот в этой кровавой раскраске Дуалет Асаинов, конечно, выглядит Как какой-то первобытный воин самый настоящий Который приехал покорять нижегородские просторы При этом берет такие достаточно большие, наверное, паузы Асаинов Который на руку Царионову Ему сейчас торопиться некуда В принципе, Данила сделал свое дело Он забрал предыдущих два раунда И сейчас его основная задача не пропустить что-то Ну и не отдать заключительное А вот сейчас он был близок к тому, чтобы пропустить что-то И хороший джеб был у Асаинова Но Царионов как-то его как будто бы не заметил Хотя явно у него голова откинулась И тут же в клинч ушел Даниил и там неплохо отработал колени Вновь лоукик от Царионова Плотно он попадает под переднюю ногу Лоукик хорошее оружие в исполнении Даниила Царионова Хотя мы не видели за первые два раунда Чтобы какие-то такие серьезные Былевые ощущения были у Асаинова После пропущенных ударов по бедру Не показал он того, что есть определенный ущерб Тут немножко борьбы Да, и здесь Асаинов как опытный воин Муайтай Пытается забрать эпизод уже прямо на земле И оказаться сверху своего соперника Что у него в общем-то и получилось Два повторных мидлы Хорошие мидлы, да И заплясали как-то ноги Поскользнулся Даниил Царионов И тут же еще и наткнулся на левый боковой от Данилета Асаинова Но при этом в клинч пошла работа Там свой захват такой через корпус забирает Царионов Да, так по медвежьей схватил он соперника Чтобы абсолютно того обездвижить Хорошие мидлы Ой-ой-ой, попытка удара Бэкфиста Но там потерял немножко даже равновесие Асаинов Такой риск был у него И как-то так он с какой-то неприятной гримасой поднимался Мне кажется, все-таки это вот эти пропущенные удары Лоу-кики по переднюю ногу Которые раз за разом Все-таки сказываются Сказываются, да Но, безусловно, они не могут быть незамеченными Сейчас попытка бэкфиста от Данилета Он провалился И вот отрабатывать в клинче теперь приходится казахстанскому бойцу 10 секунд до конца этого поединка По крайней мере, основного его времени И прямо вот под эти слова Тимура Левый боковой отличный Асаинов вылетает Ну и здесь размен ударный подгон Хороший поединок, хороший раунд Но есть у меня сомнения, что Асаинов Наработал здесь на экстра раунд На 10 баллов Кстати, секундирует Асаинова В том числе известнейший омский тренер Забыл имя Дурандина Напомните, Тимур, пожалуйста Вот тоже не могу сейчас вспомнить Но мы знаем, что Омск часто достаточно контактирует с ребятами из Казахстана Вспомним, скажем Да, мы это обязательно еще анонсируем Ждем судейское решение пока Дорогие друзья Единогласным решением судей Победу в первом полуфинальном победе Профессионального турнира Побов на правилном майдане Весовой теплой До 57 килограммов Одержал боец из сили в углу Данил Царионов Нижегородская область Арсавас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова